здравствуйте с вами фитнес также известный как ултон про и это будет видео как подняться в соло q2 если в первом видео я все рассказывал теоретически то здесь я покажу что нужно пикать чтобы подняться все вы сможете увидеть на следующей страничке соло q это просто как вы видите здесь очень мало персонажей я своих предыдущих видео говорил такую фразу чтобы подняться нужно играть на а.п. это правда это совершенно правда но поднимаясь сам как вы знаете или не знаете я недавно поднялся с gold 5 до diamond 1 за не очень большое количество времени за две недели за не очень большое количество игр я пикал что попало и тут принципе меня немного осенило я играю в лигу легенд ладно league of legends на протяжении практически трех лет то есть количество персонажей на которых я переиграл просто колоссальное количество игр я видел как играют другие я знаю сборки в принципе я все знаю практически всех персонажах с небольшими там нюансами а как играть человеку которому не дали его роль что делать вообще что делать тут я думал а зачем мудрить пикать у п персонажей на каждую роль то есть остался вам а дк и вы пикайте вместо той же мисс форчин который здесь указал того же дрейвена или вейн вы не будете знать как играть на этом персонаже вы точно сольете игру потому что он не самый простой поэтому я решил что вот есть персонажи и нужно скомпоновать их так чтобы получить минимальное количество персонажей чтобы не надо было учиться играть на большом количестве чтобы всегда вы могли пикнуть персонажей буквально из 10 пиков чтобы подняться вот приблизительно эти персонажи сейчас я объясню почему я выбрал такие таких персонажей после этого будут в описании вы увидите ссылочки по каждой роли почему именно эти персонажи я покажу как за них играть что на них собирать это поверьте вам будет гораздо проще начну я наверно с джангл так как это моя main роль я считаю что от нее зависит именно ссылку практически все я начну с нее как вы видите здесь указано три таких небольших столбца джарван или xin почему эти два персонажа они выполняют что в тимфайтах что при джанглинге довольно таки идентичные роли это файтеры с хорошим с хорошими ганками которые качаются довольно таки быстро на ганках то есть за них в без перерывно ганки эти ганки эти ганки эти можно сюда еще добавить воли бира вам не обязательно много сидеть в лесу на третьем левле у вас есть все для ганков у вас есть замедление у вас есть get close у вас есть за тонком вас есть все то есть на третьем левле вы можете банально практически роумить там иногда забирать големов волков бросов за них даже забирать практически не обязательно тоже совершенно самое это воли бир за эти персонажи вы делаете до 10 ганков до жестового ло и они могут быть удачными это такие персонажи в случае в тимфайтах оба эти персонажи очень полезны очень очень полезны у них есть энгейджи у них есть ауе ульты в случае с джаром это вообще божественного то которая может выиграть тимфайт я покажу как играть за эти персонажи опять же видео под этим видео говоря про зака лично я играть за этот персонаж от не умею но его пешность поражает воображение это наверно самый затонкованный джангер и всех в лейтгейме его отхил его состояние его скорость зачистки просто сумасшедшая пассивка прекрасная для дайвов все прекрасно то есть зак это реально практически идеальный персонаж для поднятия его аналогов буквально нету то есть если джаром ксин воли бир аналоги есть в случае заком нет у него есть все дон своеобразие то есть у него ганки чуть слабее чем у джаром ксина хотя он может ганка с 9 на 9 или просто вообще сумасшедших расстояний там чуть ли не ногтю но а он чуть хуже но overall он прекрасен то есть если вы будете хорошо играть на заки вы будете играть хорошо практически на любом персону на любом джангере вам вообще не нужно было пикать другие джангер то есть он своеобразен конечно а.п. ассасин почему я выбрал именно а.п. ассасин поясняю если вам нужно за контур джангл многие пикают ксинов многие пикают джарванов те же воли биров ты чё хочешь удира нет поверьте это не так лучший персонаж для контур джангла это а.п. ассасин ну я не буду говорить естественно про какого-нибудь там ну ну почему представьте вы джангл эти защиты да никто никогда в жизни не подумает что вы начнете драться на втором левле на вражеском бафе плюс вы можете купить под на а.п. за 250 голда и вард еще с четырьмя потом а.п. ассасины это идеальные персонажи для контур джангл это его ну здесь за счет стелса все думаю что он будет контур джангл это его это тот же физ на котором я в последнее время очень много играю ну на самом деле я играю прямо сдачи на нем так что вы этого еще не видели у меня пинг 350 но это работает это физ это элис кто там еще из а.п. ассасинов есть да тот же даже мао кай им тоже можно как это не странно контур джанглите убивать поверьте мне это возможно а.п. ассасина это обязательный пик за пассасина если вы будете понимать когда его пикать об этом я тоже поговорю вы сможете творить просто чудеса против вас будут совершенно униженные джангл просто совершенно униженные тот же физ на втором или еще лучше на третьем левле он просто взрывает вражеский джангл просто не дает ничего делать какого-нибудь лисину он убивает там вообще за проказ таким словом для соло q идеальный выбор просто идеальный потом я перейду на саппорт почему я выбрал джарвана лулу и трэша объясню объясню почему джара как вы видите джарвана я выбрал вообще в четыре персонажа то есть четыре роли мит топ джангл и саппорт на самом деле саппорт джарван очень даже играбельный персонаж если вы сыграете игр 20 на саппорт джарване вы будете его пикать к агрессивным а дэкерри там напряг и зрелут к тмф к дрейвана вражеская команда не будет понимать что их ваншотного у джарвана очень и очень высокий дэмэдж у него есть баф на armor penetration и атак спид многие недооценивают этого персонажа естественно кого будет играть в каком-нибудь даймонде он уже будет не грабен но на бронзе сильвере голде и платье не это это прекрасный саппорт это саппорт который коррит игры джарван прекрасно скалируются от саппорт этого фаля локет и аегис собирайте выигрывайте игры ничего страшного саппорт джарвана хоть я это не показываю на стримах он реально и грабель и вам не нужно будет учиться играть на каких-то других страшных персонажах типа там джанны лулу трэш и так далее следующий момент это лулу и трэш почему лулу и трэш если говорить о лулу то это персонаж который может верить игру с вами именно саппорта белками и замедление есть контроль и ускорение щит прекраснейший ульта это реально персонаж который может засейвить а.д. или а.п. керри или же кинуть на танка за контроль и в 4 это это саппорт который керет игры с вами саппорта белками аналог наверное тот же но джанна гораздо гораздо более сложный персонаж чем лулу и за нее нужно именно учиться играть а нам это не подходит то есть если вы естественно мэнити саппортов то вы должны уметь играть на алистари на джанни там но нам это не подходит говоря про трэша а вот сейчас блиц кранка за трэша гораздо проще лейнить то есть он гораздо сильнее в лейт-гейме в мид-гейме у него и вправду есть дэмэдж у трэша реально очень большой дэмэдж у него маленькие кулдауна у него прекрасная ульта просто совершенно сумасшедший у него практически идеальный скилл сет с ним очень просто ганка с ним все просто делать играть за него довольно сложно но если вам нужно пикнуть саппорт и оставь остался открыт трэш это ваш выбор до сложнее но почему бы нет следующая роль а д керри почему я здесь не поставил кого-то другого то есть почему я здесь поставил только одного персонажа почему здесь поставлен из fortune это самый простой а д керри из всех просто самый простой прекрасно и просто ленина сильная на лейне она хорошо скалируется с любыми саппортами у нее прекрасно ульта у него хороший мид-гейме у хорошего и дни у него все хорошее зачем изобретать велосипед до дрэйвен сейчас сильнее после нерфа неизвестно что будет до война просто гипер кэри но поверьте если вы возьмете войну первый раз там жизни или даже пятый раз жизни не менее адрик или вы даже лэйне отстоите зачем извращаться берете простого адрик эри естественно сейчас я это просто скажу то есть например адрик эрида если вы менять эту роль вам нужно будет уметь играть на дрэйвен их на вейн там на варусе на из рели кстати которые очень-очень даже кэрит игре если вы на нем умеете играть и не собираете алдар лиза то он и вправду кэрит игре он очень силен он очень силен особенно в лейтгейме когда у вас full slot он буквально может заполкать вражескую команду закайте это очень хороший пик но если вы возьмете и зрелый вы не будете понимать когда и что на нем собирать то есть когда ему нужен боттер когда ему нужно собрать слезу быстро когда ему нужно пойти там при в кулдаун редакшн ботинки быстро когда ему нужно собрать быстро ласт виспер а когда нужно зарашивать перчатку если вы не будете это понимать вы не сможете играть на этом персонаже банально зачем извращаться я столько видел и зрел они не столько сливали игр в последние вот мои поднятия с даймонд 3 по даймонд 1 когда я встречала зрелых которые не умеют играть совершенно не проигрывают line они бесполезны в чем файдах они собирают тотальную чушь то есть элдер лиза плюс берсерки извините что ну вот так и следующая роль это мид почему я сейчас говорю о миде почему я поставил таких персонажей если вы мейните мид естественно вы должны играть на ари на ариане и так далее но вы не мейните мид то есть мы я буду исходить от того что вы не мейните мид вы на примените джан почему джарон джарон является прекрасным мидером он и вправду очень и очень хорош многие этого тоже не понимают они предпочитают играют на казиксе до казикс гипер керри да это ассасин сумасшедшим дэмэджем но за него даже сложнее лени чем за того же джарон за жарона проще убивать большинство а.п. персонажей на миде за него проще стоять против каких-нибудь следов и казиксов он их реально контрит против джарона практически невозможно стоять на миде до когда вы подойдете к какому-то рубежу элла то есть когда люди уже будут понимать что против джарона нужно собирать дэв то есть против нее нужно взять 21 9 они 2109 с желтыми на а.п. они возьмут желтый на армор и там будут играть более-менее дэву то есть джарон состоянии реально на каком-нибудь там приблизительно третьем четвертом левле буквально ваншот персонажей типа ари типа зиры типа не знаю но для сандры не очень хороший пример но лессандры он их состоянии ваншот почему джейс джейс это своеобразный персонаж это рейнджик а.д. персонаж в своем роде он уникален вместо джейса лично я как я как человек который совершенно не умеет играть на джейси а я играю сейчас на мид из реле и на мид кеннани почему эти два персонажа почему точнее эти три персонажа эти персонажи в состоянии унизить унизить любой line вы будете играть максимально агрессивно сзади персонажи нужно просто давить так сказать вражеского оппонента ни в коем случае не секунды пассивной игры не секунды подошел вражеский персонаж добить одного единственного крипа вы ему должны сделать одну а то и две авто атаки вы должны спамить свои белки говоря про джейса вы можете реально ваншоты на миде если вы берете ad range персонажа на мид играйте не агрессивно вы делаете что-то не так эти персонажи подходят для унижения миды вражеского миды будет в два раза меньше крипов если он не играет на уровне там даймонд один плюс да не менее полезны чем там при какие-нибудь арианы хотят на самом деле джейс очень полезен да и тот же изрю на мой взгляд на мой взгляд сейчас это заметно очень в корее и за набирает обороты в америке и европе за этим будущее то есть за джейсами за и зрелами на мидах за ты керри на мидах почему бы и нет за этим будущее а и последний пик это райс ap персонаж нельзя забывать мы не умеем играть на мире поэтому нам нужно что-то простое подраза нужна одна единственная штучка нужно страничка с правильными рунами и сейчас на не какие-то него правильные урона но я предполагаю что это magic penetration армор penetration красный армор желтые синие на флэтовую ману или на magic резис флэтов в зависимости от того против кого вы стоите и естественно квинты на флэтовую ману хотя может быть здесь на флэтовую флэтова по я естественно знаю райс очень силен жутко силен в гейме просто монстр персонаж который может делать квадро пентакилы и так далее и он сверх прост это спам кнопок если вы думаете что райс это какие-то сложные комбы за которого нужно правильно нажимать на самом деле заразы есть одна банальная штучка которую надо понимаете нужно использовать 1 всегда летит в точнее 1 всегда летит q то есть используя кувы и опять там ку ей так далее все очень просто собираете архангел вы собираете родов и все вы молодцы сборка у него простая любые дефарты с маной начале родов и джесс потом это сервис embrace который из архангел собирается сорки потому что колон редакция ему не нужно все вы молодец вы супер сильный дальше вы собирать какой-нибудь фрозенхарт баншу все вы молодец можно ему собрать чего-то и последняя линия то то начну с того же джаруна а джаруна прекрасно стоит против джейсов кенонов элис владов кстати который еще останутся популярны его нужно пикать против этих персонажей на топе всегда было такое понятие знаете камень-ножницы-бумага вот я избрал вот именно трех персонажей камень-ножницы-бумага джаруна хорош против рейндж персонажей которые не супер затонкованы свою очередь джаруна может выиграть line практически любого персонажа джаруна против лисина может выиграть джаруна против эрели может выиграть джаруна против того же малфита может выиграть естественно может джаруна универсальный персонаж лично я на топе им играть не умею потому что его нужно собирать более-менее дамажащим я предпочитаю джаруна саппорт так сказать и там и затонкованного об этом будет в видео ниже это первый момент второй момент это рейнджи персонажи лично я играю на кеноне это мой любимый персонаж из всех то есть я не скажу что я придумал но приблизительно так его очень сильно насколько я знаю будут нервы в следующем патче но таких рейнджи персонажи очень много многие недооценивают тима его силу реально силу в соку за ее надо уметь играть но он и вправду очень и очень силен на топе можно играть за тима за джейса за того же райза некоторые играют за лисандру хотя для соло ку если честно я посоветую говоря про рейнджи персонажи можно попробовать на и зрели есть фанаты queen войны но это уже знаете больше немного извращенного такого на мой взгляд кенон тоже после нерфа я думаю будет играбелен кенон райс тимонько джейс можно пытаться извращаться с какой-нибудь луну это все не нужно рейнджи персонажи хороши против персонажи против которых практически нереально стоит за других персов то есть они например тот же кенон уничтожает и унижает триндомера сиджи до каких-нибудь так элис то есть адеке нам если он играет хорошо и и он поставил барды он унижает даже элис он хорош против владимира на первых лиллах после 9 может быть даже символу владимир становится сильнее он может отстоять лейн против большинства персонажей даже с гэп клоузами он может стоять против риниктона лисина и так далее здесь я бы естественно посоветовал кенона но кенона нерфит плюс не всем он нравится вам нужен один такой персонаж это может быть даже тоже элис то есть нужен обязательно нужно рейнджить персонаж на топ-лайн хотите кого-то из-за дайкере тренируйте играйте и последний персонаж малфит кстати и можно играть на миде вместо райза я тоже об этом забыл сказать малфит почему малфит я всегда шутил жутко шутил по одному поводу когда я играл там на сильвере голде люди банили малфита и амуму и это было жутчайше трололо в чате просто в чатике ха 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 они там забанили малфит и сейчас забанят шена и забанят амуму если говорить про шена немножечко отойду шен не выигрывает лайны то есть он их не разрывает шен не является гипер кэри малфит это что то то есть это что то я когда и про него все забыли я начал играть на нем чуть чуть пораньше чем начался американский лкс сыграл на нем где-то наверное игр 10 может 15 я почувствовал это совершенно сумасшедшего пешность малфит может собирать что угодно на топ-лайн я его собирал на топ-лайн через слезу через ability power через full tanking через различные спел пен вещи через дюс фарграс 1 марта как я его только не собирал малфит в состоянии один на один до восемнадцатом левли уничтожать диану я был в шоке просто я честно был в шоке мощь малфита его способность к вереванию любых игр это именно гипер кэри я никогда не смотрел на малфита с этой стороны по мне так всегда это был персонаж которого собирают в танк и которые в некотором роде бесполезнее если он не попадет ультой если вы чувствуете игру за малфита вы можете выигрывать все что угодно вместо малофита можно взять сиджи да можно взять как искал шена того же законом алфит это это все в одном то есть это все в одном это персонаж который в состоянии выиграть любую игру если вы сделать идеальный engage вы можете отстоять практически любой line есть персонажи против которых стать просто немыслимо это хорошая элис это тот же рамбл которого кстати можно тоже добавить но за не очень сложно играть за малфит играть просто нужно банально знать сколько вы сделаете дэмэджи то есть скажу так 500 дэмэджи вы сделаете всегда в любом шмоте и уже дальше нужно по на зарастающий смотреть об этом опять же будет все в видео ниже про то plane я там все объясню и так далее теперь я скажу нет некоторые вещи которые я еще очень хорошо осознал когда играл последний вот этот вот мой челлендж вещь банально я это говорил в прошлом видео но я считаю что это нужно делать обязательно нужно дочь то есть лично я я не скажу что этим горжусь но да я этим горжусь я не сдал жил ни разу за вот этот вот челлендж я знал что я игру проиграю но я все равно не должен доджик надо доджик надо обязательно вам что-то не понравилось пике вы увидели у себя в лесу варвика на топе трендомера и по декере например из риэла который которому вы написали не собирая элдер лизер на складу тучу элдер лизер тупо вы должны дождь но это уже другой момент если вы считаете что игру вы не выиграете обязательно дожить и вы ничего с этого не теряете в общем все подписывайтесь на канал кому это будет полезно ставьте там лайки сразу скажу это не терлист ни в коем случае это не терлист я выбрал этих персонажей потому что я посчитал что их не будут банить или же нерфить все эти персонажи сбалансированы их не трогали уже огромное количество патчей единственные персонажи два персонажа которых здесь могут по нерфить это закат жару но я думаю здесь есть ксен здесь есть другие персонажи тоже ну ладно посмотрим всем спасибо за просмотр